Россия отмечает День Победы. 75 лет назад мир узнал о капитуляции гитлеровской Германии. Советские войска освободили свою страну и страны Европы от фашизма. К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, были отложены. Но одно событие невозможно отменить. За четыре года на фронт ушли более 200 тысяч уроженцев Чувашии, и каждый второй не вернулся. Всего же Советский Союз в Великой Отечественной войне потерял 27 миллионов человек. А если представить, сколько детей не родилось у тех, кто не дожил до победы, у тех, кто покалечился в бою, подорвал здоровье на производстве и утратил способности к деторождению. Скольких граждан лишилась наша страна? В память о них, погибших в боях, умерших от голода и болезней, замученных в лагерях, пропавших без вести и нерожденных, каждый год возлагаются к вечному огню цветы и венки. И даже режим ограничений не отменяет этой традиции. Пусть сегодня у монументов 20 раз меньше людей, чем обычно, мы помним. И как только позволят обстоятельства, мы обязательно соберемся у вечного огня. Все вместе. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика.